Ну что ж, настала пора расчехлить своего двухколесного друга и отправиться на улицы города. Петербург открывает новый велосипедный сезон. Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. Ждали три, а приехало больше шести тысяч. Открытие сезона 2014 побило все рекорды. У нас большая программа. Мы поедем в Пушкин, потом вернемся на Дворцовую площадь. Это спортивная часть, есть у нас социальная часть. В этом году впервые мы, кстати, решили, что мы молодые и здоровые должны выполнять социальную какую-то миссию. Мы собираем деньги Илье. Это простой петербургский парень, который попал под машину. И вторая часть, это мы поминаем жертв бостонского марафона. Организация такого массового мероприятия не обошлась без участия города. Администрация Петербурга все больше и больше уделяет внимание сообществу велосипедистов. Тем более, что в своих рядах сама имеет немало поклонников этого вида транспорта. Я сам спортсмен, борец, но я и с детства любил велосипед, велосипедный спорт. Поэтому тоже приму участие и буду стартовать вместе с ребятами. Петербургскому велопробегу уже 17 лет. Организаторы верят, что это событие когда-нибудь будут называть старейшим в городе. Как бостонский марафон в США, которому уже больше 100 лет. Перед стартом наши велосипедисты почтили память погибших на прошлом забеге в Америке от рук террористов. В этот же день часть велосипедистов во главе с председателем комитета по молодежной политике отправилась к американскому консульству, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта в Бостоне. Очень трогательная картина на фоне санкций, которые сейчас применяют США к России. Россия не против насилия. Есть геополитические проблемы в том или ином регионе, но это не вина России, не вина США. И было много, наоборот, вещей, которые можно вспомнить, как мы вместе побеждали фашизм. Поэтому пост в США отнеслось с очень большой благодарностью и уважением к нашей позиции. Тем временем огромная армия велосипедистов готова стартовать. 6 тысяч человек должны отправиться в неблизкое путешествие. Из центра города в Пушкин. Как вы это говорите в России, поехали! Из Пушкина колонна вернется в Петербург. Испытание не для всех. Хотя велосипедист – это не всегда накачанные ноги и выносливость. Байк подойдет каждому. Татьяна Братчикова своим примером доказывает, что комплекция наездника может быть любая. Так как я девушка не маленькая, как вы видите, я подбирала в интернете, подбирала для себя велосипед, читала очень много отзывов. В итоге выбрала эту модель. Чтоб меня выдержал. В прошлом году Татьяна изъездила в Финляндию, Латвию и Литву. Чтобы совершить путешествие, ей даже пришлось попрощаться со своей работой. Зато тонны позитива и килограммы сброшенного веса. Это правда. Примерно от полутора до двух миллионов петербуржцев имеют велосипед. Такую армию уже нельзя не замечать. Поэтому правительство города готовит план по развитию велосипедной инфраструктуры. Активное участие в этом принимают и общественные организации, которые недавно издали свой манифест. Велосипедные движения Санкт-Петербурга, такие как Красивый Петербург, велосипедизация и Велопитер объединились, создали велокоалицию. И мы вместе выпустили вот этот веломанифест, с помощью которого будем добиваться комфортной городской среды. Не только для велосипедистов и развития велоинфраструктуры, но и для всех мамочек с колясок, инвалидов. То есть это комфортная городская среда. Предстоит сделать очень многое, чтобы догнать хотя бы Хельсинки. Выделенные велодорожки, пандусы, велопарковки, знаки. А самое главное прекратить войну между автомобилистами и велосипедистами. Что чиновниками уже никак не отрегулировать. Это уже вопрос культуры. Марат Арнис, Олег Подьячев, Владимир Пивнев, Валентина Говорушкина, Первый канал, Петербург.